Честновато Ай, блин Так, ну что ж Подходим Ну и конечно же мы помним, что в рамках этого месяца Трупы солдатов адвента по Идут по очень хорошей цене Поэтому Те трупы, которые мы здесь получим, можно смело продавать По десятке Ну или для того, чтобы, например, купить себе там Быстрее третьего инжа Потому что пока у тебя есть что копать Инжи, там до пяти инженеров Можно рашить смело просто Believe me Поэтому больше черных Солдатиков Слушаюсь Здесь у меня два человека с дробовиками Хороший аргумент в борьбе с адвентом Так лагануло, как будто, блин, все Хотя я специально убедился, что всех троих вижу И никто ничего не прикрывает Пабло Искобар, привет Привет Интересно, где у меня находится Может, реально стартануть с этого? Неплохо Или неплохо? Какие шансы? Плохо Если бы было поближе Штурмашек Давайте пропустим их Там будут пришельцы? Да, Анечка еще заговорит Сейчас спустимся всеми, кроме снайпа Поставим дробовик Штурмовичков с дробовиками впереди Для того, чтобы они Прям принимали Врага Врагов Снайпера в целом Можно даже и назад отвести Для того, чтобы Он с фланга работал А этот надо триггерить будет, скорее всего С пистолетом и пулеметом Как самый бесполезный Ааа, нет Вот он без лики уже стоит И третий Тридцать баксов мы здесь заработаем Только на трупах Но проблема в том, что агрить всех Смысла особо нет Точнее, не смысла нет И риск повышается дико Поэтому Надо сейчас двигаться От этой группы Поджимать Поджимать этих упырей Как там? Выхожу! Это непросто Учитывая то, как они идут еще ко мне Придется немного отойти Назад Ну если я всех с пуля Конечно, в пиццером не справлюсь С шестью Без ранений Так, эти возвращаются Главное, чтобы те ушли в этот момент А то эти меня уже перекрывают Они вроде ушли Блин Нет, все нормально Меня очень смущает Под лаг Станция все равно Довольно большая Для того, чтобы Дробовиками стрелять Но они меня видят У меня тут пара выстрелов Буря где-то 60-60 дробовики Ну, плюс снайп Плюс остальные Давайте, ребят Снайп стреляет первым Попадает, хорошо Убили офицера Попали, поэтому Еще один выстрел Из дробовика, пожалуйста Блин, ну 80% Ладно, хорошо Ничего, ничего, ничего Во-первых, снайпер Скорее всего Вот этого флангует Ближнего мы доедим Без проблем Главное сейчас В рамках этого хода Чтоб не вышел враг И того забрать Где там снайперу, пожалуйста 56, серьезно? Ладно, пробуй Но он не видит из-за О, красава Просто красава Смерть с небес Ну, а тут что? А тут все Поехали Майкер, обычно при таком раскладе За будкой делаю засаду Закрываю частично Объект выведен из строя Можно начинать Будка Поехали Готовный хэмер О, уже? Увидели. Три трупа продать, третьего инженера как-то купить. Может, моды еще какие-то попадают. Ай-яй. Что делать? Сейчас давай. Вот он, красавица. До нас доходили слухи о неких существах. Но удивительный вид, мы можем сдерживать его. Даже и не думаем. Ладно, подходим, закидываем гренки, сектоида не трогаем, но... Остальными, я думаю, надо подтягиваться. Что правда делать? А, видимо, здесь надо стрелять, поэтому коцать. И остальными по возможности тоже. Ну, чтобы снайперу было попроще. Привет, наконец-то ты понял, что XCOM слишком сложно играть, чтобы пройти с первого трая. И решил начать второй, несомненно, победный. Несомненно. Несомненно. Не убью я шипшифтера. Сейчас критом чуть-чуть не хватило. Это ж собака отрегенится. Ну, он не добегает, похоже. Я надеюсь. Хотя давай добьем лучше. Не будем эти вот надежды. Все. Хватит, Миха. Ил. А, это не фланг, случайно? Не, не фланг. Зомбаря поднимается в тэш. Это дезориентирован. Флангов никаких нет. У него там шансы процентов 25-30. У меня 30 скорее. 25. Кайф. Не, ну а че, действительно? Сейчас локалка пишется. Да, аспирантерс. Поставил уже. Все в порядке. Посмотрим, будет крит. Убьем, не убьем. Убили. Хорошо. Еще 5 баксов. Можно попытаться. Раз уж мы все равно к сектоиду подходим. И... Да, за зомбаря аж дают опыт. Хочу. А вдруг он бесконечно можно на этих миссиях зомбарей фармить? Ну, пока есть трупы, можно одного сектоида разводить. Типа, загнать его и пусть он там армию поднимает. Да, я пытаюсь найти... Но это все равно не фланг. Можно машинку взорвать, но... Да, давай чисто машинку взорвем. Ну, просто, чтобы он не умер от взрыва, но точно покоцался. Отлично. Ну и дальше гоним его. Голозадова гоним. Классика. Просто классика, друзья. Я уже... Так, снайпер все равно ничего не видит. Пытаемся леммингом добить. Не очень получается. Ну, давай. Ну, конечно, вообще... Следы заметает. Он так грамотно от снайпов просто уходит от фланга. Как будто что-то знает. Все, добиваем. Да хватит! Ребят, 9%. Хватит, хватит мазать. Вы видите, он же не мажет. И тут патронов нет. С такой дистанции будет сложновато попасть. Хотя 80%. Изер. Так, посмотрим, что нам выпало. Ориентировочно продаем. Пытаемся достать до... Кстати, нам же нужно еще 80 баксов под центр операции. Женька получает повышение. Господствующая высота. Модифицированный прицел выпала настройка спуска. Ну, мод прицел... Жалко, если честно, продавать. Хорошая модификация. Хороший мод. Для рейнджера отличный. Что? И тут нашли сразу же. Не, ну это какая-то подкрутка вообще. Представляете, сколько халявных экспы, трупов, лута. Причем, я единственного повстанца. Он ко мне присоединился. И это был... И это был безликий, которого вычислили спустя пару дней. Ё-моё. Может, я тут что-то не то пропатчил? Ну, потому что, ну... Может, это бастет жмёт? Бастет жмёт. Я чё-то представил бастета, как... Которая четырит. На следующей миссии пришельцы пойдут сами сдаваться. Они сначала сдадут всё своё плазменное оружие. Наконец-то рассказ о этих массажистках будет правдив. Может, сложность летела за ультра-лайткор? А где можно посмотреть? Нет. Сложность легенды. Ну что, это будет легендарно, ребят. Старт очень хороший. Пора пробежаться. Есть плюс один ещё, кстати. Привет, Алекс Легионер. Мамка Мутонов уже печёт пирожки. А боссов я так и не убил в прошлом трое. Они только появляются где-то на Alien Level. В пятнадцатом, что ли. Ну, первые-первые боссы. Широп, лисы. У вас коты, запертые в комнате, не туннелировали ещё ни разу. У меня вот нет сомнений, что они даже четыре отверли. Что? Что значит туннель... Тунн... Туннелировали. Это типа спа... Прокопали туннель? И воспользовались этим, или что? Надо сейвиться. Не, не надо, всё нормально. Победный трай. Как электроны проходят сквозь стену. Ох, ники гадь. Такого не было замечено. Пока что за котами. О, ребят. Пользуясь случаем, хочу сказать. Сейчас моя вторая половинка... Достаёт футболки для отправки. Это значит, что... Во-первых, футболки есть. Во-вторых, вы можете заказывать их. В магазине shop.goodgame.ru Футболки классные. Качественные. Отличный подарок. Жене, сыну себе. У меня три. Не жены, а футболки. Жене понравилась шутка. В бессе достает футболки. Так, вот пробуем принять этих упырей. Они вроде ко мне идут. И вроде как сейчас увидят как раз. Да. Но не стоят рядом с футболками. Вот это плохо. Посмотрим, как разбегутся. Хороший выстрел. Сиктоит. Впитывает. Впитал. И это тоже впитывает. Еще есть даже, да? Окей. Ах, упс. Окей. Боюсь, на самом деле, я немножко, что... Увижу слишком много. В следующий раз, когда подойду. Ну, вроде пронесло. Раз. Приклад. Приклад даже простой продавать нельзя. Пока у тебя их там не будет 3-4 штуки. Прицел. Прицел можно продавать. Потому что с прицелом там дает четверку всего лишь. Ну, в целом, тогда из этой логики и продвинутый прицел надо. Нет, что? Ребята, ну что? Что это было? Бывает. Ну, это я тыкнул другую кнопку. Я хочу. Начинаем наблюдение. А-а-а. Стоп. Там... Там утецки пропадает. Ладно. Рискуем. Вроде никого не видел. Улучшенный приклад. Шикарный. Не зря. Они где-то вдоль дороги ходят, как обычно. Там таракана увидел. Радикальный способ. Решение проблемы. Или мышь. Да, прям по курсу. Враг. Ну и там один безликий. Плюс пачка. Смотрим, что боимся. Ничего не боимся. Безликий солдаты, если кто это. Трупы, если кто это, тоже очень нужны для ментального счета, например. У нас уже их будет сейчас 4 штуки. И первые стартовые тебе даются. Так. Ну левым мы можем флангануть. И я думаю, должны флангануть. Добиваем, надеюсь, солдат Адвента. Хорошо. Этот не успеет подойти. А давайте сразу. Ну, надо воспользоваться возможностью и уже хиты сносить у него. Можно даже и 50 пострелять, учитывая, что это полное полуукрытие. Уже еле живой секторит, бедолага. И тут 50% есть. Давай, чё? Сектоид убегает. Сектоид убегает. Кстати, с рананганом можно его принять. Если наши лемминги справятся с безликим, то Боничу лучше отдать сектоиду. Отдайте Боничу сектоиду. Ещё вынужден в обход бежать, бедолага этот. Давай, подходи к нам. Ага. Ну, возникает вопрос, заковыряем мы его или нет. Я-то уверен, что заковыряем. Так что давай, рананган. Сектоиды собираем. Здесь начинаем просто... Главное, чтобы не было три царапины подряд. А так должно быть изи. Да, уже забрали, считайте. Здесь надо благоренку оставить. Мне бы патроны не помешали. Бах. Там с запасом даже. Вот, и мы во втором регионе избавились от безликого. Получили трупов. Сейчас я сразу полечу на чёрный рынок, потому что там вот эти вот гранатомётчики, обычные солдаты, синенькие солдаты. Мы их там, их человек, наверное, восемь сейчас уже сможем продать. Там же нет градации, правильно? Что это такое, если это не офицер, это обычный солдат Адвента. Я уже не говорю, потому что опыт ещё получили люди. Концентрация, приклад, прицел, лучший приклад. Хотя нет, труп солдата Адвента всего три штучки. А может, их было три. Труп безликого, труп сектоида, шесть человек. Да, похоже на правду. Да, три плюс два. Так. Соответственно, на чёрном рынке мы это всё дело сбагриваем, покупаем себе третьего инженера. Это начало марта. Первая неделя марта заканчивается. Да, ещё шесть трупов солдат. Мод прицел, потому что дорогой, продам. Труп безликого, потому что это пока не нужен. Обычный прицел тоже продам. И труп сектоида один продам. И в результате у нас хватает на инжа. Ё-моё. У меня никогда не было такого старта. Понимаете? Три-один после первой недели. Мы выполнили две миссии, у нас уже четыре человека бонусных. Я даже копать не могу этим третьим инженером. Куда ты его купил? Игра не рассчитана на такое. Была партизанка, кстати. Простаивает, как обычно, я забыл. Это был косяк. Ладно, давай. Диванного эксперта делаем. Ниндзи, да. Эксперт из чатика пошёл. Разведчик. Но учёный там всё равно был выкуплен. Ещё Танюшка. Три-15-68. Хорошая воля, хорошая мобильность. Но... Три хита — это всё равно снайп. К сожалению. Воробушкин у него фамилия. Ты в курсе был, Жень, что Танюшкин? Воробушкин фамилия. Вот так вот. Три дня общались. Так, я не понял. Тристо! Тристо! Всё, в партизанке работают. Мы видим. Бдительность уже четыре. Вообще, регионы сложные в плане выполнения миссии. Сейчас вот... Ресурс адвента. Десять дней. Как удалось найти? Сразу надо будет прилететь в правый регион, там помогать. Сканить. На ресурсы адвента мы берём... В первую очередь, конечно, Бонича. Можно офицеров пока убрать. Потому что пока мы не добили... Уже всё, безликих там нет. Давай, штурмовик. Вскрытность или не скрытность? Старт в скрытности. А, тогда не штурмовик. Тогда нам нужно что-то другое придумать. Салмир будет рейнджером. Просто на такую миссию можно отправить шесть леммингов. И они будут правы. Желательно, чтобы мобильность была хорошая. Специалист не нужен. Хэппич тоже снайп. У меня их уже... Сколько? У меня их два и третий делается. Остановись. Конечно, храмовника хочется взять для того, чтобы он быстрее качался. Но он явно на других миссиях будет полезнее. Надо сейчас... А, Муны... Во! Стоп! Я уже специалист не того сделал, да? Кого я хотел спецом сделать, кроме Муны? Там был еще один специалист. Помните, на миссии зарекался специалистов? Прокачаю сейчас. Ага. Или все-таки оставил я его? А, Алиса, вот она. Да, все нормально. Так, со спецами вопрос закрыли. Их у нас три. И пока что этого хватит. Тут, конечно, маневренные нужны люди все равно. 5-14 Тигрик Уракин. 4-16. Хавка можно взять. Но я лучше, наверное, Аспиранты возьму. 4-17. Тут бегать надо будет за грузами, за этими, за... 4-15 Ютон хорош. И все-таки надо взять кого-нибудь более-менее опытного. Или забить реальную семью Леммингами. Просто их прокачать. Но тебе не хватит на три другие миссии. В этом смысл. Да, согласен. Ну, давай, думай тогда. 7-13-65. Это кто? Вообще без понятия. Отрицательный оборот. Лучше на дистанции, чтобы этот человек работал. Плотный, не очень маневренный. Может быть, разрушитель, конечно. Да, давай, разрушитель. И... Разрушителю сразу берем пистолет-пулемет. И инициировать он здесь сможет. Только я не буду ему предметы давать, чтобы не было штрафа. И осталось последнее, шестое, вакантное место. Шестое, последнее, вакантное. Кто здесь в целом не поможет? Ну, врывашки. Там ниндзи, штурмовики все равно помогут врывашке. Очень быстро надо действовать. Храмовник поможет. Ну, это мы уже проходили. Вот, можно взять Хавка. 4-16-62. У него 16 ворот. Это штурмаж. И кажется, у меня на данный момент уже 3 штурмовика, если правильно помним. 2 штурмовика. Тогда норм. Есть еще персональные боевые модули после... Но лучше выдавать зелку. И в шестером они должны сдержить. Я бы выдал, опять же, как минимум одну аптечку и гренку. Вот так полетели. Хорошо, миссию пока здесь нашли. В этом регионе больше сканить не будем, потому что здесь всего одна миссия осталась, и здесь 7 человек, они и так могут справиться. А тут вот бы миссию подыскать. Пока повстанцев не хватает. Это самая главная проблема. Биотехнологии, вдохновение будет. Аэропатроны, гибридка. Во, хорошо. Да, это нормальное время. 7 дней, прекрасно. Ну, правда, незначительное. Разведданные, пакет данных, но надо, естественно, сюда идти. И я сюда отправляю уже зелка, потому что миссии здесь будут сложные. Захватите предмет. Стало быть, нам нужен специалист. Ну, плюс нам нужно качать снайперов. Возможно сделать Патрик, конечно. Хромовникову даем здоровьем. Можно кому-нибудь волю выдать. Можно на этой миссии спецавтору подкачать, попытаться захватить объект. Но, на самом деле, она будет сложная. Выдаем улучшенный приклад. Мне бы еще штурмаши подкачать под секретную, да? То есть, в целом, у тебя и остается только на миссии, которую ты слева найдешь. Сюда лучше идти товарищами на 7-9. В пятером, видимо. Если поместится гранатометчик. Да, то идти вот таким образом. Ну, и надеяться на то, что четвертая миссия здесь сгенерится такая, которую мы сможем, там, одним леммингом или одним ниндзи взять. А вот этих вот товарищей... Я даже, наверное, сканить пойду в левый регион, чтобы быстрее найти. Да? Это правильно. Погнали. И надо собирать разведданные. Думать уже не только о Либерейшене, но и о... О том, что третий регион надо бы подключить с такой активностью здесь. Ищу. Нашел. Опять эвакуация, но это повстанцы. Новобранец, марш-бросок, контакты с сопротивлением. Все, вот сюда как раз у нас летит... И Руслан Баженов, Русбрейныч. Сюда у нас, к сожалению, отряд хороший. Он, может, наберется. Четыре. Нет, вчетвером без предметов. Или вчетвером с предметами пойдем, а? Еще два медика, это такое себе. Два специалиста. Ну, хотя четыре человека могут убивать пак. Думаю, надо, да. Это надежнее. Так миссию проходить. Волю запихнуть можно рейнджера, чтобы не свалился. Ну, и да, на саппортах как-то там выезжать. Ниндзе только нужно гренок именно побольше. Погнали. Все, здесь на рекрутинг переходим в регионе. Здесь мы ничего уже не найдем. А тут пытаемся четвертую миссию найти. Ну, опять же, может найти там пяти-шестидневную. На тех же самых повстанцев. Но не находят. Увы. Инопланетные обломки расчищены. У нас освободился, соответственно, инженер. И второй инженер может теперь уже копать. А также есть потребность в построении... Центра секретных. Операции. Так, здесь через день. Здесь через девять часов. Ну, не идеальный. Старт, конечно, хороший, но не идеальный. Лучше миссию дождаться. Восемь часов жду. О, нашли что там. Три дня. Нет. Один день. Разбудили нападение. Один день. Прохладненько, прохладненько. Так, и что делать? Лечение нам не нужно. Все, копание у нас идет. Гибридка сейчас доделается. Месяц заканчивается. Три-один. Три-один. Лучше, конечно, чтобы ученых было. Хотя, черт его знает. Гибридный готов, трассирующий, защитный дают. Один на халяву. Пошли лазерное оружие делать. Что требования по ученым не соблюдаем. Ну, чё ж поделать. Ну что, четыре человека. Новобранцы здесь особо не нужны, но они халявные миссии могут выполнять. Один повстанец погоды сильно не сделает, а то и может быть безликим. Ну ладно, мы уже научились вычислять безликих. Сейчас главное этим четырем людям добраться до Ивака. Не встретить никого по дороге, не спулить никого, потому что миссия может закончиться не начавшись. То есть мне нужны открытые пространства, чтобы дрон какой-нибудь не вылетел. И нужно оббегать. Лучше добежать живыми до Ивака, чем выполнить эту миссию, так я вам скажу. Да, Ивак хорош. Я пойду по левой стороне. Ну, по центру слишком рискованно, что мы увидим народ. А тут дом, я помню, он довольно такой длинный и развернутый. Ну, там хорошо все можно увидеть. Попробуем сделать сейчас марш-бросок. Дом. Ну, если дрон, будем пытаться его отключать. На данной стадии крайне маловероятно. Вот, и идем как бы в сторону Ивака. Надеясь на то, что нам на перерез уже никто не выдвигается. То есть справа не будет дрона какого-нибудь сумасшедшего. И сверху наверх тоже лезть, естественно, не нужно. Вообще ниндзя у нас с призраком, как вы видели. Надо с него начинать, естественно, продвижением. Особенно, когда за углом будем идти. Вот, тем более так. О, это плохо. Они прямо за углом могут быть. По-своему. Ну, вон, все равно надо подсвечивать. Да, видим. Тут сразу две опака, тут вся карта вообще. И вышка стоит еще. Ё-па-руссете. Тут я не пройду. Бля, тут я не пройду. Что делать? Злобный Нига пишет. Раз тут делают лазерное оружие, значит очередной победный трой номер 4, который я смотрю, закончится фейлом. Не, лазерное даже отродье дело, который прошел. Поэтому. Это вот следующий тир оружия мы скипаем. Блин, а ты пришел в такой момент, когда действительно трой... Он начинался вообще прекрасно. То есть, никаких ранений. Миссия первая на инженера одного, инженера второго. Я иду на черный рынок, покупаю ученого. Мы вычисляем тут же в одном регионе безликого. Тут же вычисляем во втором регионе безликого. Я на полученные деньги покупаю третьего инженера. И у нас еще месяц не закончился. У нас три инжа и ученый. Но сейчас я в порыве жадности, блин, пошел... Пошел, короче, я и увидел тут миллион людей. Еще же можно отойти по правой стороне. Да-да, но... Да, надо на площадь выходить, вы правы. Вы правы. Потому что... Ну, потому что сейчас меня могут просто... Да, в порыве жадности я пошел в четвером на миссию. В четвером, Карл. В четвером. У меня еще 20 ходов спокойнее. Да я уже все, я уже готов, новый трой начинает. Вы чувствуете, как начинается заливка просто? Тильт. Так, эти вправо уходят. И эти вправо уходят. А как насчет... Мне их подсвечивать надо. Я все равно не пройду мимо них. Понимаете, обычными. Потому что тебе нужно обходить эту вышку и молиться, что вот эти упыри... Плюс мирные еще стоят. Как же я ненавижу этих мирных, а? Начнем со стрельба в четвером. Я не вывезу тут. Причем что еще ходик подождать. Или вправо уходить. Справа тоже вышка. Вот сюда подходить. Очень рискованно. Я тем более не всех сейчас вижу. Укрытий вообще нет никаких. Надо спускаться вниз. Проверять только на пять, на мирных. Миша, запомни. Синевики в чате всегда правы. Если синевики не правы, то смотри... Ой, ну понеслась. Женя сейчас откладывает плакаты. Которых у нас большое количество. Тоже в магазе все есть. Конечно, тяжело магазом заниматься. Может, запартнерить с каким-то магазином? Ну ладно. Это все. Все ручками. Так. Спускаемся. А как я тут... Смотрите, тут двое мирных стояло, оказывается. Я чудом еще эту миссию не закончил. Попандосовна... Да-да-да. Любой мирный потенциально безликий. Или генетическое мясо для армии. Угу. Да, так и есть. Я не доверяю, на самом деле, вот этим вот новым мирным. Потому что... Может, ты определись, в какую сторону пойдешь. То, в какую сторону я пойду, зависит очень сильно от того, куда они пойдут. В какую сторону. Эти сохраняют вектор движения. Правильно. А те трое слева... Давайте туда же, даст мне возможность попробовать проскочить. Нет, эти уходят... Внутрь. Не, внутрь, на самом деле, это опция. Не знаю, правда, насколько хорошая опция. Проскочу я здесь, не проскочу. Я, по крайней мере, смогу уже бежать, сломя голову на эвак. Давайте попробуем ниндзя подсветить верхний пак. Черт, а вдруг они резко пойдут реально назад сейчас. 18 ходов. Так, а какие у меня опции? Я могу попробовать через вот эту дверь пройти. Но, видите, они ходят и туда, и сюда, и здесь вышка. Все равно пройти не могу. Они мне все перекрыли. Они мне все перекрыли. Эта вышка все перекрыла. Этот пак перекрыл все. Этот все перекрыл. Это особый уличный мирный. Но я знаю этих мирных. Ты к ним подходишь, они тебе дают 5 баксов, и поднимается тревога на карте. Зачем мне такое счастье? Я все еще не знаю, подходить мне или не подходить. Мне кажется, надо подходить. Окей, живуешь. Только я не понимаю, почему вот эти вот мирные не пулят. Это что, патчи поправили, что ли? Я всех вижу наверху. Всех вижу наверху. Я уже морально готов бежать просто. Просто вот. Бежать на ИВАК. Так как... Пожалуйста, уйдите еще разок. Один ходик. И эти возвращаются. Ну, БГшечка. Не полностью, но... Если верхние вернутся, то это все. Минус ногти опять, Бин. Да, возвращаются. Йопрес, это... Здрасте. Да, эти уходят. Сейчас фланг может быть уже. Как же быть? Уходить. Уходят. Так, шансы появляются. Но мы проскочить до сих пор не можем. Так, может, надо проскакивать ниндзи. Почему? Потому что, если мы хотим спасти мирных, то нам нужно бежать вперед. А эти уже никуда бежать не могут. Хорошо, эти уходят. Блин, шансы есть. Но время уже уходит. Скоро подкрепление упадет мне на голову. Увидят? Блин. Не, не увидят. Хорошо. Сейчас есть шанс проскочить, друзья. Кажется, есть шанс. Хрен тебе, а не шанс. Я просто окружен. Ну, я готовлюсь к марш-броску. Там через дымной, через этот. Но... А, подождите. А, нет. Нет, я вижу. Может, как-то подойти. Может, вообще вот сюда уйти и тревогу поднять. Отсюда же я вижу... Не вижу никого. И тогда я смогу... Да нет, все равно ты спулишь и придется бежать. Так ты хотя бы будешь близко к... Давай вот так подойти. Вот так подойти. Ой, эти уходят. Слава тебе, господи. Уже, по крайней мере, с одним... А... А мне кажется, надо сейчас врываться, друзья. Ну... Грянка и понеслась. Вот такая вот. То есть мы... Мы же сейчас ниндзи вскрываем, правильно? Что за бракованные гранаты? Там я мирного не достану. Точно мы не видим там никого. Видим. Видим, Миш, видим. Тихо. Капец. Не могу открывать сейчас. И на сход. Эти опять ходят. Как же вы меня бесите, а? Как же вы меня бесите. Вот если правые... Вот если правые... Уйдите, правые, пожалуйста. Не уходят никуда они. Ушли! Ушли! Да! Да! Не, ну это круто, конечно. Ну... Погнали. Раз. И два медика сейчас. Как убьют всех. Ну, дрона убьют. И может кого-то фланганут? Да, кого-то определенно фланганут. Самое главное ниндзя тут вскрывает. Не специалист. У меня уже нет времени объяснять. Повстанец. 14%. Не, не дотягиваем. Ниндзя. Бегите, да. Берегите, голубцы. А может я достану до сектоида? Ага, сейчас. Ты достанешь до мирного, которого можно 100 баксов тиснуть. Какие 100 баксов? 5 баксов, Миша. 5 баксов. Я думаю, сейчас надо просто бежать вперед, откидывать дымы, улыбаться, махать. То есть, да, у этого мирного я, конечно, соберу, что смогу. Но здесь я бегу вперед. Раз. Бегу вперед. Два. Убиваю сектоида. Раз. Или не убиваю. Не убиваю. Значит, убиваю сектоида. Два. Но я не хотел туда, к этому, бежать, к синему. А потому что, во-первых, он и так ранен, а во-вторых, там еще может быть третий пак. Зачем мне это счастье? Рейнджер на следующий ход... Ай, дрон же! Дурак, дрон же! Ой, поторопись, поторопись, как поторопился я. И оглушают мне Рейнджера, а у меня протокола восстановления нет. О-о-о-о-о-о-о! Нет же протокола восстановления. Нету. Тут ты дурачок-то, а? На кураже отдался. Просто... Слепошаром. и подкрепа идёт капец слепошара конечно закидываю дым опять с подкрепа он он только 2 он будет идти только отдыхать ход а потом еще идти сми нужно как-то оставшимися тремя принять подкрепу справиться с кто там сколько там один простой другой не очень тут спрятаться нервно на хоре где спрятаться тварь чем не делал и пак выходит на все бросаем да надо было все ну хотя бы лентом фланги конечно цене чем дрон не факт что мы его убили бы и третья пачка выходит спасаетесь голубцы спасаетесь оставляете его просто специалисты бегите реально просто не за что уже если он выживет в дыму то он выживет если он не выживет то он не выжил уровни не такие высокие мирных ты спас главное всех остальных тоже спас сейчас я не знаю будет чудо или нет на моем на моем оперативнике 6 человек он в полу укрытие блин сразу же защита раз а ему нужно продержаться полный ход ой хорошо протупил один синенький гене-гене-гене-гене мимо 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 так это первая пачка ходит а еще подкрепы больше там 8 действий вообще у это тоже тупит а это откуда вообще over это не фланг а это фланг другой нормально я знал что справлюсь пулич здесь а я на следующий на этот ход прихожу в себя или нет да на этот ход кажется да у правда там over болен спрятаться почти негде может мне закинуть еще дымчанские фланг будет и тут фланг будет везде фланг будет хотят этого вряд ли она побежали овер срабатывает я в дыму с 35 процентов живет живет так а что еще протокола помощи мы можем отойти так и медиками специалистами попробовать протокол помощи сделать здесь пока ханкер здесь пока тоже я постою по улыбаюсь ну там нет же паники нет мили нашего а да ладно новое подкрепление да ё-моё их четверо потому нужно два хода для чтоб добежать до ивак капец какая жопа держись родной я понимаю что тяжело это наш джин из четвертых героев кстати блин два процента но этот бит и конечно подходят новые и здесь этот стреляет фланг что не не план промок 75 и был фланг повезло на там овер там еще четыре человека о чем ты говоришь мышь может через дым как-то через да какое ты чё как он живет держись все что ли а может и бежит а не не добегает и он доставить уже против дальней четверки вот сюда или нет ну чтобы вообще внутрь завести вот сюда и закинуть дым туда ну там фланг будет слева сразу же вот зато по тебе не будут стрелять вот эти вот четверо нормально и от этих ты прикрываешься один фланг только будет давай только сначала попробуем дым закинуть не получится дым тебе закинуть да потому что клетки не хватает можно попробовать здесь дезориентацию напоследок кинуть конечно пострелять еще подранить чтобы уменьшить шансы на попадание на как-то мне уже грустненько становится за нашего друга который вот что ему делать что ему делать дезориентация можете не успеет спину мою увидеть как бы это единственный овер срабатывает же как же опасно держись родной еще 40 мимо как ему везет и все-таки может остаться медикам чисто прикрыть зайдем куда-нибудь так чтобы его самого не фланга 0 и прокинуть дымчанский вообще рядом с ним встать но ты прям как герой будешь здесь вдыхать но дым уберет крит этих уже не видно ладно своих не бросаем медик решил остаться ой по вам с фильм надо снимать ребята только главное чтобы это не было какая-то документалка с этим с летальным исходом пожалуйста этот не достал этот перезаряжается хорошо так этот достает кажется мне не достает не надо доставать не достает вот это достанет сто процентов достанет он самый близкий был стреляет по медику у него и защита ай попадает 60 и это еще до достает не достает это достает достает кажись не не достает овер это сейчас будет гринка кидать да но мы доходим в любом случае дезориентация не вижу ничего два действия осталось ой да и там два овера ой не 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 нет специалист ценой собственной жизни это не факт сказать может он не добежит он не добегает ценой собственной жизни это не факт что спасет но тогда ему нужно первому бежать миша да получается так минус спец капец мне нужен 3 спец может быть я мог поднять его кстати утащить я не проверил он вроде на следующей клетке я до него должен был доставать адовая миссия просто давая но не повезло во первых я взял с собой четыре человека но это как бы не повезло это просто потом у тебя стоит вышка пак пак и которые ходят так что ты не пройдешь мимо просто и все так он бы другим путем побежал да там равное удаление получалось по клеткам это был мун это был мун у которого была маневренность 18 выдающийся человек 8 материалов одно ядро извините но это стартовые товарищи конечно ничего сверхъестественного тебе надо было оббегать своего бойца чтобы когда нокнут его мог подобрать а ты а оббегать бойца сюда вполне вероятно ну это уже такое next level геймплей не мой уровень ну скажем здесь месяц первый закончился не обошлось без потерь к сожалению видите они перебалансили повстанцев персонал сопротивления теперь без разведданных ну и что мне где штурмовики четыре часа проникновение окей подождем повстанцы наверно топчик здесь смотрим на разбой на нападение погнали чем не смотреть да вот сейчас я вспомнил про мону это единственный человек который выделялся из всего состава прям явно был впереди и он пал тащи и говорить о сведении вижу крышу она только в минус может сыграть потому что вы помните здесь бегают дроны а у не разрушителей с ракетой штурмовичок толпа лиммингов ну ладно посмотрим я не с такой интонацией с более противный с такой с какой лучшие сходят молодыми муну уже там 30 сколько там 7 тоже 6 приблизительно такой же старый как я такую штуку не торопись но я просто вместе все равно не торопился это не в этом дело я сегодня хочу опять же папа раньше закончить трансляцию потому что встал сегодня опять раньше да и в целом у нас у меня понедельник получился таким нерабочим днем сегодня к родителям полдня на полдня уезжал из-за того что опять же у нас на воскресенье был турнир уже довольно стандартная тема что мы переносим с воскресенья на понедельник поэтому держитесь ну надо конечно мне сейчас это самое попланировать стримы прошлое просто недокальку летит на эмоциях там все было почти идеально то есть там можно было запороться 30 раз до до того момента как я чуть-чуть на файл ладно чуть-чуть и на файл с дроном сильно но тем не менее и до этого было продвижение правильное там через мирных реально как будто в патче у мирных убрали обзор служить а здесь же я могу через через разрушителя все сделать первый пачок инициировал через огнемет так и крейты фиксируй это особенно те которые сзади плохой пак всего нет три человека нормальный пак что у нас здесь крейт крейт 1 2 но они вот дальше этой линии не находятся насколько помню вот они под по такой линии проходят вижу еще три четыре пять шесть три четыре пять шесть приблизительно знаю как здесь люди ходят там только один фэйл фэйл не с той стороны бежать чтобы подобрать да не это там еще я говорил про фэйл этого что дрона не не убил то что дрон в такой ситуации когда время у тебя ограничено он опасней чем сектоид примерно странно что дверь не открыта она же здесь постоянно открывается где там 2 2 пачка который по центру ходит и вот она я уже тут всех людей знаю понимаете кто куда ходит во сколько есть реально типовые миссис который прям или пострелять может пострелять реально что огнемет убьет и и все тут плюс код мы начнется у меня справа пак дрон не лучше на овере давайте на овер лучше принимать хватит правильно правильно сейчас если у них сохранится направление движения какие маленькие там бегают то мы сейчас принимаем причем принимаем вплотную как надо добро пожаловать погнали блин вдруг кабель идут ой правда сразу минус минус один попадание по второму минус второй офицер офицеры а почему этого не убили может патрон тогда постреляют оставшиеся и красавцы просто красавцы ух сектоид в шоке дрон летит вперед ну и мы тут как бы вырываемся у нас у нас все просто шикарным подойду-ка я заранее они не увидели никого я бы одного человека отправил назад никогда не знаешь какие кроиты будут помечены первыми нужно так довольно таки раз распределиться хорошо чтобы какое свободное действие ты чё что уничтожение ой нулый специально штурмаша подвел для того чтобы он на следующий ход мог с раны ганом ворваться всектоидом здесь мы стандартным образом дрона убиваем гренка плюс выстрел шкуру не портим броню снимаем а вот крейд чем оба из них в шаговой доступности в пешей назовем ее так и помним что есть еще третья пачка она может быть справа она может быть слева вот вот в тех направлениях то есть наша задача сейчас во первых словить крэйт им спунил все-таки это похоже тут никто ему не поможет мне поможет тут надо на рангане врываться штурмашом закидывать гренку и исключительно при этом каким-то макаром над сектоидерсом это чтобы убивать но дезориентации на него надо кинуть на сектоида блин эта тварь глаза дай она мне реально мешает ну зомбарь понятно должен быть нейтрализован но я сектоида дезориентируя подставляю получается под выстрелом штурмовика то есть если мы бежим штурмашом желательно от сектоида прикрыться то есть вот он ход ну погнали возможно дым закинуть на там все вроде живут ой да ладно даже троих закрываем у жyi ваке ни дезориентация всенсей 3 из 3 вот кинь только mata и кидаем а там подкрепление ваowner приблизительно одинаковым и давай дымчанский вопрос кого вот в Quit его товарища потому что его видят большее на количество людей то есть и пулеметчик его видит и остальные А здесь бы я подходил уже к септоидам. Ну, типа рашил его, потому что... Здесь, возможно, неверный ход. Надо было остаться рядом с двумя этими крейтами, чтобы на следующий ход есть то, что их тиснуть. Ведь опасные все равно. Мажа 32. Фогич пока в сухую побеждает после первой игры. Серьезно? Второй выстрел. Очень везет мне пока на низковероятные события. И третий выстрел. Только защиту сняли. Но это 10% вероятность. Сектоид. Чуть уходит. Стоит на овер. У меня молниеносные есть у... А давайте-ка ракету жахнем туда. В чем мы? В чем лучше вот на этих двоих? Не хочешь огнеметиком поджечь там? Не, не очень хочу. Ракета может снять камень этот здоровый. И гарантированно не надо целиться никуда. Вот так и происходит. Они оба лишаются укрытия. А погнали сюда. Снимаем овер, но бежим не на сектоидов. Помогаем. Тут надо стрелять. всеми надо помогать. Пробуем добить. 74 раз. Ай, хорошо, Михаил. Прям так миссию разыгрываем. Ай, набил, бился. 77 мимо. А вот это уже плохо. Потому что гладиолус. Может, этот остается. Мне с ним нечего делать. И Бонич получает ранение. Ну, просто с места сейчас по нему. Там урон. Он может умереть даже от пулечек. У пулемета же штраф вблизи. Плюс ранение. О-о-о-о-о-о! Точно. Так, а где крейты-то? Ой, как далеко крейты утащили. Поэтому, оказывается, оставил. Он бывает. Так. А, Бонич горит. Блин, Бонич реально загорелся. Я уже пустой. Ой-ой-ой-ой. Ну, давай так. Надо было сначала так сделать, потом уже стрелять. Ну, как обычно, дурачок. Да, это самое. Тороплюс. Попробую Бонича подтушить аспирантом. Они могут найти общий язык. Утаскивают два крейта уже. У меня осталось убить одного сектоида и попытаться за оставшиеся там два-три хода как можно больше всего пособирать. Но в целом, конечно, не идеальная миссия мы проходим. Сейчас еще в спину можем получить. Это не спина, но все равно получили. Какой же все-таки сектоит подлый. Раз. Тут Патриков нет. Как нам его убивать-то? Понятно, что просто уже. Потому что там ранган откатился, не? Нет, еще один ход. Так. Собирай так. Это заряжение. Ладно, надо собирать. Надо было Нойвер ставить. Больше шансов было попасть. Очень долго мы последних убиваем. Я думал, что... Что лучше про... Про это самое... Еще два крейта. Овер, ну. Есть. Фух. Капец, адвентовцы там, конечно, все утаскивают у меня. Еще один третий контейнер я не смогу никак с собой забрать. Там еще один не собран. Наверху, как вы видите. А уже подкрепа идет. Причем, как вы помните, подкрепа на этом уровне идет ход после... Ну, то есть, каждый ход. Если я правильно помню. То есть, они идут, 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 идут. То есть, по-хорошему, мне нужно уходить вот на следующий уже. Но я не уверен, что мы вот отсюда прибежим на Ивак. Вообще не уверен. Да, и там я еще оставил. Короче, я собрал очень мало контейнеров, к сожалению. Вроде начал динамично, очень быстро убивал, но из-за того дальнего пака... Так, есть плюс один у меня ход еще здесь. Плюс один ход. Нормально. Давай еще попробуем... Насобирать. Оставшись... Сколько там крейтов осталось? Два. Я вижу только один пока что. Ну-ка. Где этот? А, вот он. Ну ладно, бегу в противоположном направлении. Это риск. Возможно, это как раз и ошибка. Хотя на следующий вроде мы успеваем. Возвращаемся. Всеми остальными. Тут миссии в притирочку. То есть ты уже знаешь, что они типовые, что ты приблизительно знаешь, кто где будет находиться. Ты знаешь, кого тебе брать нужно на эту миссию. И при этом... Вообще не гарантия. Что все пройдет хорошо. Вообще не гарантия. И все, и каждый ход сейчас будет подкреп. Вопрос, дальний у меня добегает или не добегает. Сложно сказать. Ну что, я эвакуируюсь. Эвакуируюсь. Закину здесь дез... Ну, что ты... Курсор прыгает. Закидывай дезориентацию. Так могу достать, попробую. Да, чуть подальше. Дымчанский надо закинуть, если есть. А он не добегает. Дымчанского нет. Ну, сейчас могут забрать человека. Так, давай-ка ханкер лучше, чтобы можно было утащить его. Окей, эвакуируйся. Ты в ханкере, стой. Этим. Могут. Овер. А что там, клетка-клетка не сработает. Стреляет фулл кавер. Мимо 27. Ну, попали бы два раза там, да? По 30 процентов. И все. А так бы я его утащил бы. Смотри, пожалуйста. Вполне себе вероятно, как выяснилось событие. В результате с ранением, двумя даже ранениями, но легкими, я возвращаюсь на базу, собрав большую часть ресурсов, конечно. Но вы видели, что миссия была в очередной раз не такой простой, как казалось мне в середине этой самой миссии. Так, и сейчас я должен на полученные деньги составить центр тайных операций и отправлять туда... Да, два ранения, видите, по 13 дней. Набираются уже проблемы. 52, сплавы гиперчувствительные. Взрачки. Строим. Центр тайных операций раз. Дальше убираем зачистки по центру, потому что долго. И ускоряем время... Уменьшаем время строительства в два раза с 12 до 6 дней. Надо выбрать, наверное, тайную операцию. Наим повстанцев и выделить как раз вот штурмовика. Хотя шанс провала, капец, какой жесткий. 36. Это все равно сложная миссия. Я не могу... Не могу ее выполнить. Но через 6 дней будут более легкие. Так, мне нужно... Нужно... Нужно еще... Качнуть штурмовика. Этот придет, да? Этот придет. Сколько осталось леммингов? Не так много осталось леммингов. Сейчас мы четверых можем повысить. Плюс взаимосвязи пораздавать. Это кто у нас такой? 5, 14, 64. Повар. 58. Аспирант. Маневренный, как обычно. Маневренный у нас идут на ниндзя. Тем более, ранение ниндзя не такое критичное, на самом деле. То есть, они такие. Ютон, хорош. 4, 15, 67. Это у нас рейнджер. Перепроверь, это третий рейнджер или какой рейнджер? Раз, два, третий. Понятненько. Делаем из него последнего третьего рейнджера. Дальше смотрим, кто еще, что еще. Кто-то обучается. Один гранатометчик всего лишь. Один разрушитель. Опять же, специалисту нужно делать. Миша специалист. Специалист Надыч из Лысына, например, делать Маркони. У него 55 точность вот этого. Но, возможно, через партизанку его нужно качать. Ладно, хрен с вами. Давайте дальше. Инженеры работают прекрасно, конечно. Может быть, стоит купить сейчас второго ученого? Прицениться на черном рынке? Может быть, что-то продается? Покупается, точнее, с... Жилет из на волокнах. Ладно, минус ядро. Минус направленный. Автозаряжение. Ну, ученого надо больше. 134 материала. Пулеметчик продается. Веби был бы рад. Так, ну я бы сканил вот в этом регионе. Там бдительность 2. Там уже в левом регионе бдительность 5. Если честно, не знаю, как я буду здесь... Как я буду там миссии выполнять на освобождении? Находить самое главное с бдительностью 5. Наверное, надо при это самое притормозить уже. Не брать, не выполнять все миссии подряд. Иначе потом будет крайне сложно выпутаться из этой ситуации. Ладно, давайте. Следующую миссию. Возможно, она последняя на сегодня. Потому что, повторюсь, сегодня у меня в 9 был подъем. И плюс я сегодня, опять же, провел на отдыхе. А после той же самой бани очень сложно соображать. Наверняка это как-то объясняется. В 9. Да, в 9. Для меня это рано просто в 9. Для меня это рано. А, это стихо, блин. Стихо. Стихо, привет! Брат! Брат! Просто пойми, я ложусь где-то в 2-3. Стрим заканчивается в 12. Там ужин. Укладываемся туда-сюда. Стихоч. Стихоч. Все, сразу прям экшен пошел. Ладно, иди сюда. Я буду контролировать тебя. Кажется, Петр это товарищ, которого взлом повышено на десятку. Поэтому я сейчас просто шатаю дрона. 60% захвачено. На, на. Туда-сюда. Мне в 1 сложно ставить. 9 вообще ни свет ни заря. Согласен. Я только ложусь в 6, говорит красный дракон. Так, и что он видит? Ничего не видит пока. Но, понимаете, когда у вас есть и зилот, и дрон, вам почти ничего не страшно. То есть вы просто можете бежать на пару. Два шикарных танка, которым все нипочем. О, открылась. Открылся заборчик. А-а-а. И слева еще один. А ты уверен, Михаил, что прям готов врываться? Почти. Уже ворвался. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Че ты к баку не подбежал? Бак, бак. Ну что, дрон дезориентирует офицера? Ай, я думал, повезет. 35%. Да я не знаю, добью ли я. Ладно, давай, погнали. Зилот налево выбегает. Хорош! Даже бак, пока он бежал, взорвался. Настолько он суровый. Может, просто так занесло? Нет, просто занесло. Здрасте. 78, не хочу. Хочу оглушить офицера адвент. Ну, от него много мороки. То есть, он может гранаты кидать. Мы его, скорее всего, за один присест не убьем никаким макаром. То есть, ну зачем? Зачем мне испытывать судьбу? Если ты куда-то торопишься, то... То можно попробовать порандомить, пострелять сюда. Если нет, то зачем? Так, я помню, здесь двое стояло. Поэтому закину бодряющую гренку. Так, чисто, чтобы туман красный застлил. Застель... Ага, без тумана обойдемся. Дрон танкует, сектует, негодует. И... Сектует не теряется, на самом деле. Сразу же из материала, который получен был после взрыва, поднимает. О, а тут взрывать можно тоже их. Дрон с двумя единицами армора будет танковать по-царски. Вот и все. Следующий противник вылетает тоже дрон. Брат на братом. Будем его глушить, наверное. Так, здесь снайпером стреляем, потому что он специально на это место пришел, чтобы выстрелить нормально. Падает. Дропчинский. Здесь. Ну давай, вольты, вырываемся звуком. А я что-то не посмотрел. Неужели добегает так? Нифига он не добегает. Сейчас с ума сошел. Неправильное действие было только что. Что, мне штурмашем его, что ли? Забирать пытаться. Ладно, полетели дальше. Где-то же еще один пак, правильно? Я оглушу дроном дрона. Они, конечно, неграмотно роботов делают, которые вот таким вот макаром друг друга выключают. Очень небезопасная получается система. Ладно, давайте верхнего лучше убьем. Потому что зомби не доходят пока. Ни до кого. Не факт, что убьем с такой дистанцией. Тем более, видите. Как насчет дезориентации? Ну, каким-то чудом, не знаю. Давай на секрет тогда дезориентацию. Подставляюсь я сейчас. Он может выйти. Если он пойдет на меня по крыше... Дай протокол помощи. Застлил, застлал. Дрон. А, все еще последний ход. Зелка заряжает. Сектоит. Нет, флангов нет. Нормально все. Ну и сделать вытанковый. Все прекрасно. Надо сейчас, знаете, что попробовать сделать? Ага, пак. Попробовать гринку последнюю. Потратить на двух дронов справа. А, и вак надо вызвать. Я очень тороплюсь. Ошибаться начинаю. Побежали. Раз. Это очень правильный ход, на мой взгляд. Вот это вот. Говорит, огонь по-своему. Но мне все равно придется и того, и другого выключать. А гранат нет. Броню, чтобы пробить. А тут сразу одним выстрелом ты две брони пробиваешь. Выглядит очень перспективненько. Так, сектоида пробуем добить вольтом. Этого пробуем зелком. Весь опыт выливаем именно в нашего зелота. Просто играючи. Миссию закрываем. Ну это зелот и... И левел ап, между прочим, у него. Младший капрал. Так, тут на всякий случай желательно бы... Ты хочешь его кинуть? Хочу. Да, лучше соберем. Я бы еще дезориентировал офицера. Красиво дрон нам на эту миссию помог выполнить, да? Вообще. Он неубиваемый. Черт некий. А вот. Снайпер нашел место, откуда можно полутать безопасно. Адаптация. Адаптация. Я не буду ставить щит. Надо было дым кинуть, а дым не кинул. Ну потому что этот полноценно будет... О, зелот работает. Этого флангуем. Он подходит, скорее всего, так же по зелоту стреляет. Нет, по полу кавер. Вот она проблема. Могла бы быть. Могло бы быть ранение. И дрон летит. Рон, дон, дон. Давай ближе. Право надо еще не забыть. Ага. Ну смотрите, здесь... Не факт, не факт. Давайте-ка подумаем. Нечего думать. Просто проходим раз. Там еще рано не ганат катился, напоминаю. Ну-у-у. И минимальный, и не креет. Ну что вы делаете-то? Рано-н-ган, напомню, не... Не откатился. Ладно, ради экспы. Раз. 4,6 Пробуем 2 Хорошо Да сейчас этот будет работать полноценно Так, здесь надо дым прокинуть Или не будет полноценно работать он Взрыв контейнера норм И закидываем дым Сейчас дрон еще придет в себя Ну и наверное я Здесь закину все-таки обычную Что ты не закинешь, кроме дезориентации максимум Так вот А показалось, что достанет А хотя может достал Просто статус как будто бы обновляется А я не тыкал даже, ты че? Я не тыкал даже Охренеть, игра Я даже не тыкал ничего У меня даже не кликнула мышка Икс чем, икс чем Как же ты меня подбешиваешь, реально Вообще, ну я ж киберкотлеты Я ж знаю, когда клик, когда не клик Сейчас не было клика никакого Оооо Да честно Сыграли Так, пусть специалист идет уже Этот Грузом Ну в прошлом киберкотлеты Ну че Ну хотя бы в прошлом Че вы начинаете ржать-то, ну Обидно Гасим Может отсюда спец даже И увидел бы А можно было не подходить Ладно, в целом все нормально Да Взрывы контейнера два хода Мы уже в ходе от него Не, не вижу Он за Кавером находится Так что времени у меня особо-то и не было Зилок Зилок Привет В честь чего у тебя такой никнейм, интересно, да? Как же прокачался Зерыч, смотрите Он получил левел и еще почти 10 экспы сверху Все, возвращаемся на Иваку Все молодцы Все хорошо поработали, друзья Вы тоже Увидимся с вами завтра Не знаю, во сколько стрим начнется Я... А, хорошая новость, кстати То ли завтра, то ли послезавтра Приходит Паша и Витя в гости Мы репаем, а на следующий день Бахаем For Fun Песни Так что, если у вас есть Желание, чтобы вашу песню исполнили Кстати, надо вспомнить ту песню, которую Заказывал товарищ Группы Элисон Чейнс Ха... Хонатшал, кажется, называется О, давайте Давайте вот под конец Стоимость контакта Есть! Да! Снижает стоимость контакта В ближайшем регионах Сэкономлено Вот Пишите, звоните Предлагайте А я пошел отдыхать Благодарю вас за то, что смотрели За то, что болели Увидимся с вами В любом случае завтра Вопрос только во сколько Для того, чтобы не пропустить трансляцию Помните, что на ГГ есть прекрасная система с уведомлялками Слева внизу под плеером Можно тыкнуть кнопку И получать уведомления о началах трансляции Все На этом прощаюсь До завтра Все, никого не забыли Отлично Пока Приехал Спасибо за внимание